Компенсационная выплата предоставляется уже давно и выплачивается четырем категориям граждан. Этот вид государственной поддержки имеет право получать люди, достигшие 80 лет. Они считаются долгожителями и для них нужен уход. Выплаты также получают дети-инвалиды, которые не могут сами себя обслуживать, и люди преклонного возраста, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Компенсационная выплата на сегодня составляет 1380 рублей. Однако 26 февраля вышел новый указ президента, который призван обеспечить дополнительную поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья. Родители, которые сами ухаживают детей-инвалидов до 18 лет или детей-инвалидов первой группы с детства, им выплата с учетом уральского коэффициента по республике Башхорстан составляет 6325 рублей. А если ухаживают другие лица, то им остается 1380 рублей. В нашем городе компенсационную выплату в целом всего получает более 2000 человек. Из них 408 человек подходит под этот новый указ. Что нужно сделать? Для этого никому сюда в пенсионный фонд приходить не нужно. У нас все документы имеются. Мы полный перерасчет с 1 января сделаем в марте месяце. В апреле они сами получат. Для тех, кто не сами ухаживали за детьми-инвалидами и имеют такую возможность, то есть родители или опекуны, они должны будут только в том случае к нам прийти и переоформить на себя. То есть, еще раз повторюсь, эта компенсационная выплата идет вместе с пенсией того человека, кто его получает. Если ребенок-инвалид получает, значит ребенку-инвалиду вместе с пенсией это будет выплачено. Перерасчет делается с января месяца, то есть январь, февраль, март. Это вот в апреле месяце они получат. А за апрель оно будет уже в измененном виде выплачиваться. Продолжение следует...